Богдана Хмельницкого, 7Б, новостройка. В авторник с двух часов дня два крыла офисного здания стало затапливать. В цокольном этаже, магазины дверей, одежды, салоны красоты. Почти все они открылись перед Новым годом. Новый ремонт, мебель, техника. Сейчас все испорчено. Вы сами видите, абсолютно новые двери, все повреждено. Да, то есть вся новая выставка. По уровню металлических дверей тоже видно, что затапление было очень высокое. Да, у нас, соответственно, все залило розетки, все столько возможно. Клиентские заказы у нас тоже пострадали. В другом отделе товар спасли высокие вешалки и полки. Вспоминают, вода пребывала стремительно. Пытались держать ее дверями, но вскоре осознали, что это бесполезно. Когда ледяная вода была по колено, накрыла паника. Начали спасать технику и кассы. Вскоре и сами бежали, ощущая себя пассажирами «Титаника». А это крыло, где все началось. Вот очаг потопа. Напор был такой силы, что из помещения, где находился водонапорный узел, выбило двери. Отпускаем. Смотри, уже хватает. 85 сантиметров воды. Это не рекорд. Водоканал смог перекрыть воду только спустя 2,5 часа. За это время она поднялась до метра 30. Так понимаю, там какую-то заглушку оторвала, так сказать, и вода с сотым диаметром трубы, то есть которая идет от водоканала, вся начала поступать сюда. Буквально, наверное, за 2 часа уровень воды уже был, то есть, ну, по крайней мере, сплещу. Шли вторые сутки, а рабочие управляющие компании «Олимп» появились на месте лишь один раз. Со слов собственников посмотрели и ушли. На звонки не отвечают. С вечером у нас единственное, что вот в половине восьмого мы позвонили представителю застройщика, потому что управляющая компания даже не появилась, они ничего не делали. Они просто ушли домой. Вот за свой счет у нас застройщик вызвал машину, которая нас откачивала с соседнего крыловода. Соответственно, в нашем крыле не делалось ровным счетом ничего. Мы взяли оборудование как бы в аренду, да, и вот, то есть, мужчины у нас своими силами, все собственные помещения пытались ее откачать. И продолжают до сих пор всю ночь и утро. Арендованный насос работает медленно. Сегодня собственники уже дважды ездили в Олимп. Но, говорят, до богов так и не достучались. Директор не вышел. Часть затопленных помещений застрахованы. Владельцы офисов написали в УК претензию с просьбой прийти и составить акт о причинении ущерба. Но пока что в ответ лишь обещание. Стоит отметить, что УК Олимп возглавляет антирейтинг управляющих организаций, накопивших самую большую задолженность по энергоресурсам за 22-й год. По данным «Энергосбытплюс», сумма долга доходит до 5 миллионов рублей. Между тем, в прорыве трубы собственники также винят УК. Якобы те на днях проводили здесь работы. Но сейчас для потерпевших кораблекрушения важнее не причина, а устранение последствий. Надеются, что их бизнес выплывет, а виновные не выйдут сухими из воды.